4 часа утра и мы собираемся на коп нормальные люди спят а мы едем туда куда уже ездили хрен знает сколько раз выкопали хрен знает сколько уже со мне сону прям вот прям перед тем как вставать я такой прихожу и такой далеко-далеко вижу лед и вот между мной спадать ящу клюшка это и кромка и льда вот огромная глыба на подкрутить в общем не дай бог этот сон в руку сейчас приедем а там в прошлый раз мы туда уже приезжали ну чё посидели мясо поели водки попили и ничего не нашли самый ценный пакет все катуха новая новую катушку да все работает как тебя зависает еще не знаю да есть такой да там реально металлолом две клюшки одна терка 505 и квест 40 кстати квест вообще какая-то глючная херня была три дня им пользовался и все три дня он у меня зависал сейчас поставил новую катушку будем проверять что а пока едем на коп на остров где мы уже тусили место было прибыльно хорошее но вот серёгин сон пролет меня немножечко пугает ну если лед плавает его можно ломать на меня нет потому что мне плохо мы уже привыкли в крайнем случае мы можем поменять наши планы нет но вчера был шанс очень отправляемся прибыли на место высадки получат загрузимся в лодку предварительно спустив и пробуем на остров подготовка спуску авроры на воду вот он серый ты собаках иди сюда и с этой стороны это подержать нет меня держи его приподнимите мотор мотор пойдем посмотрим на лед у острова и вернемся заход номер два да мы уже второй раз здесь так будем надеяться что второй раз намного лучше чем 1 правильно надо ехать на другое поле спуск авроры чувствуя сейчас это что-то будет походу все же греби выгребать это как-то начало было более радужная сейчас все печали нас одолевает вот где-то там далеко на линии снега на лодке ходят пытаются волну поднять лед поломать походу наш второй приезд опять напрасный к острову не пробиться нас уже на встрече выходные не поймут по всеми нас уже скоро полиция на посту из города узнавать будет опять эти дебилы с лодкой сержо твои предложения последнее мое предложение обернулась трехстами километрами холостого пути поэтому когда мы в колливалу съездили ему не совсем холостой там две монитосы хотя после ваших предложений мое охуенное кажется вообще в крайнем случае мы вот переправимся сейчас вот на тот берег в прошлый раз мы там уже были там тоже видосики чешуйка советы мало но все-таки хоть что-то перло и так пока операцию по поводу пробиться до острова заморозили оставили до вечера как раз днем пока солнце тепло лед подтает вечером будем пробовать дальше а сейчас переправились на противоположный берег от лагеря к полянам и попробуем здесь походить прошлый раз у нас здесь немножко шведов было чешуя и прочих вам сейчас посмотрим что найдет у меня вот здесь был сигнал и вот она она торчит так у меня опять пени походу большие первый монитос так вот здесь уже сигнал такой хороший выскочил четкий оси стороны бился ложка ложка о макс только не тери не не буду монитос 2 копейки до 2 копешечки 2 копейки и у сержа там тоже был сигнал а у тебя серж а маленькая чё-то а ну да тоже монитосина симпатично павел линия николай 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 первый скорее всего это серебром 1 2 может быть так что прет есть монитосина в сохране это хорошим она закисла просто ну потом почистим посмотрим что у кого сереги еще одна такая же не давая орелик тоже сильно странно а денежка или деньга я не вижу деньга деньга выскочила вот пока мы где-то шароёбимся толстая мышь или просто жжение незабудка поднял кошель советов что ли 25 копеек нормально трешки трешки копеечка это все что осталось от кошеля бьет 17 на вижу совет четко вот стоит и все и короче ямку это и короче ну хотел пнуть и короче пнул и она это качай разорвала смотрю это дужки не понял ближе наклонять 3 кошелек достаю его начиная бить они в разброс и вот так в разброс хлоп и вот штук 78 нормально но совет не монета я с вами согласен полностью нормально отлично и одна николая первого другая пока пенел другая пока не понял вот здесь совета поднял сразу кошелек его здесь внизу поднял под причал еще был но пустой по моему такой погнутый он погнутый до заломанную касты стану чего-то вот она бля жалко заломали что-то непонятно что-то непонятный портрет по моему ну-ка слушай звенела вот не поверишь как как будто вот ну пускачущий такой как руда когда руда фонит швед один скилинг до швед скилинг со стрелами и портретом когда портретный вообще ахуенщик или портрет арендный до 1800 не разобрать год скилинга келлинг один серж у нас сегодня опять в ударе у него пошли шведы серебро это кстати офигенное серебро это большая чешуя вот это это чешуйчатый рубль это походу влиять на 15 или 15 копеек николаевский думаешь раскатаны раскатаны огурт видно а вон да вот на хрена так издевались то даже даже не узнать сколько ешь разорвало на садист это как вот у меня трюндель тоже что-то из него пытались сделать монстры гуртик видно да ну да вон эти кстати видно пока по кругу которые шли поможет и двадцатку раскатали 4 4 ты вообще дербанишь я черпнул и лопата не заметил ну кусок серебра во всяком случае мы так думаем у нас триундель по ходу советы тридцать третий год три копейки но уже хоть что-то от учета вообще ничего не звенело сейчас хотя бы советы выскочили народ вам что-то ходит совещается роет мы подходим к евгению как раз во время его закладки то есть он подкидывает монеты да да специально еще отпечатки делает как будто это ну-ка покажи он вообще красивый тысяча какой-то 1965 да прикольная александр ну все нахуй попробуй догонить вообще растет хабарница то все мы задолбались на этих полянах там уже вообще чуть ли не выжимали ну монет 25 наверно 30 набрали да в основном одни советы были советов вагон просто но и стилинг прикольный сейчас будем думать куда дальше на этом пока пауза тем более уже скоро вечер надо искать место для лагеря где будем тусить вообще как-то малеха подъебись собрались встретили еще одного комрада то есть по монитосам лучше с этой стороны вот там я вот с той стороны там такая полянка но есть тогда с 35 теркой ходил мне вот еще времени не хватило я там пока не ходил еще сейчас здесь походе обойдешь здесь большая деление было ну я не знаю ну церковь была вот я смотрел вот здесь да мы взяли кредит под процент квартир купили дорогущий золото искать продал гарнитур чешский красивый купил для лопаты мой лучший приятник также зашли по пути в спортовар купили паяльную лампу пламя и апогеем наших покупок розовый трактор производства тайваня большего кайфа нам жизни не надо мы землекопы искать или клада второй день вышли на старину но пошла война вон полташок без башки вот такой вот сейчас придем посмотрим на вот такой башка колокольчик да колокольчик колокольчик такой прибыли мы на место раскопку кали лопаты мотыки и вилы и за плюнями от башки стали раскапывать древние могилы вот показался кабель я бронзовый хуй в расческой стула а также зубные протезы из глины вот это сокровище от большего кайфа нам жизни не надо мы землекопы искать или клада копатели это особый вид извращенцев особый вид извращения я бы даже сказал вот это крутая военная чья это финская эпила ни хуя себе вот это не подписная ничего нет у меня одоложка вот такая вот вилка ложка я такие видел этих эпила смотри какой сохран не жарей с ней можно до сих пор ходить жрать вот такая бабуня выскочила там кольцо все ржавое убитое такая трэш из ячейки говнецо нам это не надо яйцо ну блин ну блин вообще убитое кто-то яйцо кокнул вот так вот все отсюда по войне ходить нафиг что там один хлам и мусор здесь вернулся опять по монитосам и попалась офигенская залипуха кошель мать его пробочный ладно ищем дальше кайф после хождения с поисками 10 пенни выскочила нормальная монета а а да 1900 1900 да вообще сохран охеренный Николай второй а ну иди на мой голос шикарный сигнал Серж а звенело как поясок между поисков между поисков а? что? что ты кричишь на меня? между поисков да? нет я говорю звенело как поясок вот такая вот офигенская офигенская я главный проходил а это вот я следы смотрю чьи то блять смотри смотри ну 10 пенни в этом а держи Николая ну вот следы чьи то были буквально вот метра два отошел и выскочил еще один диссюнчик тоже Николай второй но блять более убитый даже сигнал на них вот положи его в землю и накрой его как ли этот блять звенит как его у меня эти поиски от снаряда так звенят не он четко звенит да сигнал был хороший подряд блять не просто так убежать так что вот второй диссюнчик лежатый или нет? или что похуже да? слушай этот похуже не Макс ты его не трогай короче он нормальный не я потом в мыло он нормальный он чистенький красивый вторая десяточка зашибись я доволен ну вот дорываем последние сигналы финальные потихонечку собираемся едем домой это вот приятный коп такой кто-то копает кто-то с чаем с пряником о монитос вот таких монитосов здесь вообще море вентилятор вентилятор и вулк suggests что это тут в в в в